Продолжение следует... Думаю, что ваши ожидания оправдаются, поскольку замечательная актриса, замечательный человек и прекрасная певица Оксана Мысина вместе со своей группой Окси Рокс сегодня в гостях у живого радио на гостеприимной студии Аутгард. Меня зовут Просто Света, мы начинаем программу «Живем» вместе с моим соведущим, лидером группы «Казус Бэля» Денис Муропош. Вам, Денис, привет! Привет всем! Ну, я думаю, что лучше один раз услышать, чем много раз поговорить, поэтому предоставляем слово нашим сегодняшним гостям группа Окси Рокс. Пожалуйста. Дорога 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 Доживем мы до лучших, до лучших дней Доживешь ты до лучших дней Станет небо сильней И вино красей доживи ты до лучших дней Заживите до лучших дней Будет и небелешь А трава зеленеет Станет мокрая от слез дорога А тревога смешней А вуз как все сильней Доживем мы до лучших, до лучших дней Доживешь ты до лучших дней Станет небо сильней И вино красей доживи ты до лучших дней Доживите до лучших дней Доживешь ты до лучших дней Доживи ты до лучших дней Поживем мы на лучших дне Поживем мы на лучших дне Поживем мы на лучших дне Ну что, дорогие друзья, мы с вами до лучших дней уже дожили Поскольку на нашем сайте, на сайте Живого Радио Есть, во-первых, прямая интернет-трансляция нашего живого концерта Кроме того, работает чат, где вы можете задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям Напомню, что это группа Окси Рокс Оксана, здравствуйте Здравствуйте, Светлана Пожалуйста, представьте нам тех людей, которые играют с вами, свою команду С удовольствием Сергей Щетинин, лидер гитары Сергей Кучменко, клавишные Михаил Соболев, бонги Дмитрий Ершов, бас-гитара И Михаил Золотарев, колдун Барабаны, естественно Оксана, спасибо Ну, сейчас, собственно, начнем наше интервью Значит, вот я, когда прочитал всю информацию Подумал о том, что вы в своем роде уникальное явление для нашей рок-сцены Во многих, по многим причинам Но одна из них, обычно наши рок-музыканты идут в кино Идут, ну, актеры идут, вернее, идут в актеры-музыканты А тут процесс обратный проект получается у вас Как пришла идея всего этого? Вот можете рассказать так истоки создания всего проекта, всей группы? В общем-то, была некая случайность И была некая не случайность С детства я пилила на скрипке Потом играла в Днесинском училище Училась, играла по классу Альта Пока, наконец, не созрела до того, чтобы пойти в актрисы Дальше мне было некогда Дальше у меня было много всего-всего-всего И когда был мой творческий вечер в доме актера Я собрала молодых рок-музыкантов Для того, чтобы просто снять с себя грим Снять с себя все, что я за эти годы делала И выйти вот человеком Оксаны Мысиной на сцену И мы пили Цоя И с этого все пошло Дальше мы начали пробовать делать свои вещи Группа в какой-то момент распалась Потому что все слышали разную музыку И вот та команда, которая сейчас вокруг меня Это, в общем-то, с нами начинал Единственное, кто первым был И до сих пор удержался И до сих пор меня терпит Это Дима Иршов Наш замечательный бас-гитарист Он пишет и музыку для нашей команды И Серега пишет музыку В общем, мы сами создаем те вещи Которые сейчас мы вам представляем Мы записали альбом И вот такая Мы сейчас показываем вам, в общем-то, плод Двухлетней, подпольной такой работы Оксана, а параллельно идет ваша карьера Как актрисы и карьера как рок-музыканта Рок-поэтесса? Либо все-таки сейчас что-то превалирует в вашей жизни? Вы знаете, я снялась у потрясающего нашего Рязанова В новом фильме Я снимаюсь у Меньшова сейчас в новой картине Так что я умудряюсь как-то совмещать Естественно, театр – это тоже мое очень любимое детище Так что вот ночами мы делаем это Днем я делаю что-то еще Так что вот так вот и живем Ну что же, в программе «Живем» на живом радио Я думаю, вы подарите нам еще несколько песен И сейчас мы с удовольствием услышим одну из них Симофор, десять, шпок, круглый пилот Черно-белый шлагман закрытый И плевут облака, улыбаясь, пока И исчезнет твой профиль из событий Когда солевая ночь Когда дом намокает крыша Я уже не вернусь домой И меня никто не услышит Бабабаба, 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 ба! Ууу, е-е, да! Вот берёжовый сад уронил их попасть, Тот лесока на землю надуял, А вот с неба запад ледяной стопат, А зачем по тебе я тоскую? Я под небом одна, пью я холод до дна, Я тобой сегодня болею! Отпусти моё сердце, услышишь нападки, Ни тебя, ни себя не жалею! Отпусти моё сердце, отвяжешь тоску, Небосная, голубок, умчи! Эй! Отпусти моё сердце, увидишь, чем ты, Набой ничего не хочу! Светофор весит шпур, круг ловицы узор, Чёрно-белый платьбал закрытый, И плевут облака, улыбаясь пока, И исчезнет твой профиль забытый! Дождём поливаем до ночи, Когда намокает крыша, Я уже не вернусь домой, Пусть меня никто не услышит! Ребята, конечно, у нас живой эфир, И почему заводится микрофон, Алёшенька? Может быть мне его повыше поднять, А опустить саму эту штуку? Да, давай! А то я сняла каблуки, в этом же всё дело, Здесь очень низкий потолок, Если вы не видите трансляцию, То мне пришлось снять каблуки, А настройку мы делали, когда я была на каблуках. В этом проблема, да? Давай, сейчас я подниму повыше. Господа, я думаю, вам, наверное, очень интересно, Что у нас тут происходит. Для того, чтобы увидеть это воочию, Всего-навсего нужно посмотреть в интернете На прямую трансляцию. И вы увидите, как тут настраиваются микрофоны, Как замечательно выглядит студия Outgard, Когда у неё много замечательных гостей. Ну, я думаю, что пока наладка микрофона будет происходить, Мы сможем ещё немножко пообщаться с Оксаной. Оксана, вот вы упомянули, что записали альбом. Можно поподробнее? Ну, дата релиза. Где будет выходить? И заодно, будут ли концерты? Поддержка. Ну, во-первых, ближайшее наше выступление будет в Б2 На рок-ком фестивале «Кислород». И это будет 29-го числа. А что касается альбома, то, должно вам сказать, Это очень большая эпопея. Я никогда не сталкивалась с шоу-бизнесом. И, наверное, вы сам лидер группы. Я думаю, что вы понимаете, о чём идёт речь. Финансы, всякие хренансы, В которых я ничего не понимаю. Вот мы делаем музыку и ведём сейчас общение со студиями. Казалось бы, «Мистерия Рекорд» заинтересована. Но пока они кормят нас завтраками. Говорят, что им это всё интересно. Но альбом пока не выходит. Надеемся, что всё-таки выйдет. Дело в том, что в интернете невозможно найти вашу музыку. Вот я пытался. Кроме песни с трибютом Маяковского. Ничего нет. Вот это именно ждёт момента. На нашем сайте мы выложили три или четыре вещи. www.мысинотеатр.ру Есть несколько вещей из нашего альбома. Оксана, такой вопрос. Сказали, что ничего не понимаете в деньгах, в продюсировании. И нет ли желания связаться с хорошим продюсером и доверить ему судьбу? Это желание есть. Вот. Только где он, этот продюсер? А у продюсера, в общем, вас могут даже выбрать и заметить, если придёте и покажете. Прийти куда? Сюда? К вам сюда? Вот это? Или, может быть, к нам дадим ваши координаты? С удовольствием. Я думаю, что можно теперь микрофон отлажить. Можно ещё. Дерзкая девочка в вязаном шарфе Вышла на улицу ночью гулять. Свернула налево, там увидела севы, Настенную надпись опять. Её фигура легко так скользнула. Из арки не хочется, не хочется спать. Налево и прямо, вот сияет реклама. Гламура, но не дать, не дать и не взять. А дома остались кошка суббота и волосатый один гитарист. Он вальяжен, как кот. Он вальяжен, как кот. На плите антрикот. А семьянин из меня никакой, сказал Серёга. Дерзкая девочка. Дерзкая девочка села в поезд метро, И не желая считать восстанов. Вот присела она тихо к окно, А семьянин из него никакой. Незакончена эта мысль, Огонь враченный сход. На стекле я падла, На стекле я падла, Мёртвого застыли. Забердован огонь, И рассыпаный сон, А семьянин из него никакой. Дерзкая девочка. Дерзкая девочка. Дерзкая девочка. С детства невеста. Рубашки и шёлка. Шёлк и шифон. Во сне она чаще каталась на яхте, Чем просто ходила, Ходила пешком. Забердован огонь, И рассыпаный сон, А семьянин из него никакой. А семьянин из него никакой. Рокс на живом радио. Оксана, небольшой интерактивчик. Пришли вопросы с нашего чата. Много ли концертов вообще у группы? Это первый вопрос. Второе. Нет ли в планах снятия клип? И третий вопрос. На какую целевую аудиторию рассчитаны? Мы выступаем примерно 2-3, Иногда 4 раза в месяц по клубам в Москве. Информацию тоже можете узнать на нашем сайте. Что касается того, на какую аудиторию мы рассчитываем. Знаете, наибольший кайф мы испытали, когда мы выступали перед 10-тысячной аудиторией на кинофестивале. И вот это до сих пор сидит у нас в мозгу. И нам кажется, что это вот то, что мы хотели бы иметь как можно чаще. Вот такую аудиторию. Разновозрастную и большую. По поводу клипа? По поводу клипа, естественно, есть такие задумки. Есть несколько песен, на которые мы уже продумали. И сценарий в голове уже сидит. Осталось только осуществить это дело. А по поводу кинофестиваля, не могли бы Вы рассказать поподробнее, что это было за мероприятие? Это было на Азовском море, и в Бердянске в данном случае, когда было 10 тысяч человек, прямо на берегу моря на площади была сделана эстрада, и был шторм, шумело море, и город весь вышел на площадь. И мы играли живьем, мы всегда работаем только живьем, никакой фанеры категорически. Так что, в отличие от, может быть, нескольких других групп, которые открывали рот, мы вышли и бабахнули наши вещи. И это было классно, это было хорошо. Оксана, а можете ли Вы сравнить кино и шоу-бизнес? Вот в чем они похожи, в чем кардинальное отличие? Потому что Вы и там, и там уже есть. Ну, вот скажем, в музыкальном шоу-бизнесе я только новичок в кино, я достаточно неплохо ориентируюсь. Есть люди, с которыми я уже много работала, и режиссеры очень известные, очень большие мастера. И я должна сказать, что разница в том, что, конечно, режиссеры всегда отличаются от продюсеров, это художники. Актерам редко доводится в кино общаться с продюсерами, в основном ты имеешь дело или с Вадимом Абдрашитовым, скажем, грандиозной личностью, семидесятником, умнейшим человеком, или вот как сейчас в счастье было общаться с Рязановым. Продюсеры — это другие люди. Они иногда говорят, слушайте, нам неинтересна музыка вообще, она нам просто неинтересна. Сколько Вы хотите, как Вы хотите, коммерческий проект или некоммерческий, и так далее. Вот такие вопросы, на которые, конечно, я отвечаю коммерчески, потому что нам нравится наша музыка. А какие у них там в голове тараканы, это я не могу. Не знаю, не знаю. И в музыке, и в кино есть такое понятие сделать себя, да? Где это сделать легче, по-вашему? Я думаю, что нигде простых путей нет абсолютно. И вот я живу довольно долго уже на этом свете, и мне всегда дается все трудно. Я иду ко всему, я в одну точку довольно отчаянно и довольно какое-то длительное время, пока наконец не появляется качество, не срабатывает результат, и когда не становятся очевидны какие-то вещи. В данном случае здесь, хотя есть интерес потенциальный со стороны телевидения, и со стороны радио, но я понимаю, что здесь нужны еще какие-то рычаги, и я думаю, что они возникнут в тот момент, когда мы будем профессионально настолько готовы, что станет очевидным, что без этой музыки трудно будет жить. Ну а пока нам без этой музыки очень трудно вести передачи, поэтому мы с удовольствием вас еще послушаем. Поехали, ребята! Мучача! Субтитры создал... Подставить я с вами. Присо. Субтитры создал... Субтитры создал... Вот видите, шпакатия, и голки золотые, Жену я в это рада, так что же ты не рада? Вот видите, шпакатия, и голки золотые, Жену я в это рада, так что же ты не рада? Шпакатия Мучахи, медвина, майами, азберанга, ренавит азболинга, а честа бой фантанга Мачалый фантанга Я делаю падло ноги Деструйная фламинга Я не супер лотой Я чёрт в небо Моя новая сперанда Трайновый галфаминга А чёрт в панданда Трайновый галфаминга Трайновый галфаминга Трайновый галфаминга Трайновый галфаминга в которых снималась Оксана. Ну, можно было бы что-то использовать, очень короткие какие-то куски, но да, совместить, например, императрицу Марии Федоровны с тем, что здесь происходит, было бы, наверное, не банально. Оксана, вот еще интересно, как коллеги по вашему артистическому цеху относятся к увлечению рок-музыкой? Ну, часть из них ходит на концерты, многие из них выучили альбом уже наизусть, так что так относятся терпимо. Что в нашем кругу это уже здорово. Вот я говорил об уникальности вашей группы на нашей сцене. Почему еще один момент? Вот я не припомню, чтобы кто-нибудь из наших лидеров групп играл на скрипке. То есть это вот конкретно еще один момент, который вас резко выделяет. Как пришла идея все-таки самой играть, а не брать скрипача? Ну, зачем же брать скрипача? Мне же играть хочется. Играть на скрипке довольно неудобно, то есть все это проигрыши будут, да? Проигрыши в основном, но не проигрыши в том смысле, что мы проигрываем от этого, я надеюсь. Так что иногда даже удается какие-то ноты совмещать. Ну что ж, в таком случае мы внимательно вас слушаем. День расплаты, так называется, следующая вещь. Сегодня день расплаты За все мои надежды Пусть мне другие заплачут, лоравствуют мне дежды Еще одна страница, а дальше же сада Божественные позиции, не верят чудеса Сегодня день расплаты За все мои надежды Сегодня день расплаты За все мои надежды До двери постучится, а ну не отбирай Ведь может все случится Открытые двери в рай Еще одна газета, еще один дубль Горит ночи-то-мета Не клеится дуэль Что в мире постучится, а ну не отбирай Что в мире постучится, а ну не отбирай Сегодня день расплаты За все мои надежды Так что живы не рады Что просят для поддержки Пусть берегу засада На сбоку суда Не лишь одна ограда Пустыне красота Сегодня день расплаты За все мои надежды Сегодня день расплаты За все мои надежды Пусть берегу засада На сбоку суда На сбоку суда Не лишь одна ограда Пустыне красота Сегодня день расплаты За все мои надежды Сегодня день расплаты За все мои надежды Браво группа Oxirox на живом радио Оксана, тут наш видеооператор ко мне подошел И говорит, спроси, пожалуйста, про скрипку Такой интересный инструмент Это Ямаха Японский инструмент Удалось найти этот инструмент в Америке В этом году Во время отпуска Раньше я играла на своей старой скрипке На которой я училась еще в музыкальной школе Она 1711 года Она перенесла еще полтора года рока Мы на нее подклеили микрофончик Но здесь, конечно, звук намного более объемный Он уже соразмерен с Серегиной гитарой В каком-то отношении А вообще по поводу рока Когда он пришел в вашу Оксана жизнь И каким образом он трансформировался В ваше желание писать рок-тексты И исполнять рок-музыку Вы знаете Серега говорит, Джон привез Действительно, Джон привез Мой муж привез в наш дом Эту музыку, на которой он вырос Американскую музыку, естественно И блюз, и джаз, и рок Он обожает Боба Дилана Он был на его первых концертах Брюса Спрингстина И так далее Но до этого еще Мои родители, когда мы жили в Донбассе Им контрабандой доставляли на бобинах блюз Закрывали занавеси Занавесы делались квартиры темные Зажигали какие-то свечки И однокашники моих родителей Коллеги физики, геофизики Собирались и тайком танцевали Вот под Махелю Джексон Под Луи Армстронга Тогда вот в середине 60-х годов В 70-е годы Оксана, вопрос такой О творческой кухне Вот Сергей пишет музыку Вы тексты Что, как происходит Вначале появляется текст Сергей пишет музыку Или Сергей пишет музыку Приносит на репетицию Вы пишете текст потом Она приносит мне текст Я кладу рифы В течение 10-15 минут Потом мы приходим Каждый играет свое Никто ничего никому не навязывает Ну и через недельку Что-то вырастает Но тогда Формируется Но текст первичен всегда В общем-то не всегда Некоторые вещи мы пишем Прямо на репетиции Вот скажем День расплаты Который вы сейчас услышали Эта песня Дим, помнишь, как мы ее придумали? Когда Серега опоздал На репетицию зверски На два часа Мы на новой базе были Помнишь, Сереж, ты заблудился? Он заблудился Растерялся совершенно Уехал домой И мы подумали Что-то случилось Что он нас бросил Что мы его больше никогда не увидим Мы написали Я просто какие-то реплики написала День расплаты И у Димки возник этот риф У Димы Иршова Вот И появилась эта вещь Хорошо А как часто вы репетируете? Потому что все-таки График жизни ваш Довольно плотный Мы стараемся репетировать Как минимум Три раза в неделю Оксана А вот человек Который привнес Как вы сказали Вашу жизнь Рухмузуку Ваш муж Как он относится к тому Что жена пропадает на репетициях И с ним видится довольно редко Наверное по этому поводу Да он меня выгоняет из дома Чтобы я не съела его Потому что я всегда хочу репетировать Всегда хочу что-то делать И мои музыканты для меня Это часть нашей семьи Ну вот плоды этих репетиций Мы сегодня и слушаем Следующую композицию Пожалуйста Блюзроковый строй От этой проливных забытьям Многочастия И жаркого шепота Сушь Боюсь я поверить Банальное счастье А так ничего не боюсь Вчера еще ясное слово Свобода Носит привкус Свежей войны И слов океан Тех, что значили что-то И вспомним и скажем Не мы Нет белых петля На карте земли Все атомы Кем-то Разъяты И в стихе Нам всех Поголовно Зачли Все деньги Кем-то Распяты Двинусь От берега Сливочин Напенца Теплые Реги Рукова Стерпится Слюбится Трудно Рулиться Не разлюблю Вас Утро Заметно Я точнусь И жаром Коснусь Меня удивлена Планета Не найдены Рай За обивание Свай И строй Здесь Ходят Поэты Открылась Скатилась В ладони Мне небо Меня поселилась Комета Летала Ничья И вдруг Стала Моя Молчите Не ждите Ветра Я так не хочу Не желаю Наверное Докольном Отпущем Срок Хочу я Кружить И Кружать Пусть Верно Допутаться В стиле Блёс Рот Мне достаточность Пусть Мне не дурно Здесь грусть Среды На заснеженном Поле И хочется Бить И росою Мы Ту Птицу Штар Ветра На волю Под голая Суть Подглавлено Пусть Стрих Вать Я Не Стану И Где рядом И путь Ты Смотри Не забудь Ну Перь Сюж Что Света Не Стали Стрих 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С которым мы познакомились Юрин, Валера Юрин Лидер группы NANA Бывший К сожалению, там сейчас поют Вместо него совершенно другие люди А его голос звучит Продюсеры работают Жизнь идет Так что С Валерочкой мы познакомились Сережа говорит, там другая помойка Что ты имеешь в виду, Сережа? Там поп-музыка Микрофон говори, Сережа Оксана, а из того, что сейчас Представляется на нашей сцене Что слушаете лично вы? Слушаете ли вообще что-то из русскоязычного рока Или поп-музыки? Вы знаете, мне лично Мне близок Шевчук Мне очень близок Цой И еще немного интерактива Исполняет ли группа чужие песни? Спрашивают наши слушатели Я так понимаю, речь идет о кавер-версиях Знаете, у нас довольно большая программа Кавер-версий Мы в клубах играем И чередуем свои вещи авторские И наши интерпретации Блюзов И американских, испанских вещей Французских немножко Хочется спросить О проекте Живой Маяковский В таком случае Значит, как вам показалась идея эта Как вы туда попали И как вы относитесь вообще к атрибутам Так скажем Вы знаете, вот то, что затеял Дима От Сидилин Благодаря которому мы здесь В Живом радио сегодня Это был для нас очень интересный Творческий процесс Потому что Посмотреть на Маяковского Как на рок-поэта Это было что-то Для нас это было открытие Мы принесли с собой Книжку Маяковского Полистали Нашли очень эротичный Такой текст За женщиной Как мужчина Вот такой С оголенными нервами Бегает за чем-то Недостижимым В ночном городе Вот И сделали такую Рок-балладу, наверное Может быть, по сведению Мы не очень довольны Как это получилось Но вещь Есть И Маяковский, конечно Оказался на все времена Исполняете ее сейчас на концертах? Нет Просто разовая Но она у нас Я думаю, когда наступит момент Когда у нас Какая-то будет пауза В том, что мы сами делаем Мы, конечно, ее возобновим Потому что она греет По поводу наличия пауз Вообще Насколько частотно Появление новых писем В вашем репертуаре? Насколько часто вы их пишете? Вы знаете Вот был период Когда они просто рождались По две в неделю А сейчас Немножко мы завязли с альбомом И настроение Такое, знаете Немножко В подвешенном состоянии И вот Что ты сказал? Сереж, подойди к микрофону Дорогой И комментируй Я буду очень рада Что ты сказал? Ничего плохого Ничего плохого Ну, в общем Очень хотелось бы альбом издать Потому что все спрашивают Когда, когда И мы чувствуем Что как только он пойдет Он у нас пойдет опять дальше Потому что есть уже Пять или шесть новых вещей Второй альбом на подходе В общем-то По большому счету Но без выпуска первого Мы не можем приступить ко второму Провокационные вопросы с чатом Да Играете ли вы на частных Корпоративных вечеринках? Пока нет А хотелось бы? Ждем приглашения Ждем приглашения Ребятам надо зарабатывать что-то Человек не может всю жизнь Жить только одним искусством Надо еще и питаться Поэтому, если будут какие-то предложения Мы их рассмотрим с удовольствием Кстати, о ваших музыкантах Играют они только с вами? Или есть какие-то у них параллельные проекты? Сергей Щетинин играет сейчас только с нами Сережа Кучменко У него очень много всего идет параллельно Он очень известный клавишник Работал с очень большими И попсовыми музыкантами И различными Известными людьми Так что у него все продолжается в купе Дима и Миша Есть такая команда Называется Edison Blues Они втроем с Эдиком Играют Кавер-версии В основном по клубам А Миша Соболев Он актер С актерским образованием Мечтает быть и режиссером И вот Вначале приходил к нам на концерт И просто танцевал И выучил все наши вещи Видите В какой-то момент Вот Мишка там не пришел на репетиции Он немножко подыграл И у нас тут застрял С нами И мы рады А мы рады тому Что у нас гостя группа Оксерокс И ждем вашей следующей композиции Она называется Иван Петрович И мы хотим передать В связи с этим Сейчас, Сереж Привет нашему другу Филиппу Который слушает нас в Африке Филипп, hello Nice to see you again Это наш очень горячий поклонник Он продюсер Который занимается связями Между Африкой, Россией И в области театра И Америкой Он нас слушает в Африке Иван Петрович Убежал тихонько Из дома своего Увидел Кисочек неба Службыйная огня И по-на-у-стай-мутр И в садам-на-у-стай-мутр И в садам-на-у-стай-мутр Иван Петрович 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 Больше я с ними пока никак-то не соприкасывалась. Спасибо. А нас слушают в Африке, нас слушают в Америке, я так понимаю, по всему миру. Вопрос, связанный с зарубежными поездками, планируется ли, может быть, были, ездите ли вы за рубеж с гастролями? С командой? С командой пока нет. С театральными своими проектами, в общем-то, объездил практически весь мир. В Америке играл на Бродвее в прошлом году, полтора месяца, в центре Нью-Йорка. Так что, поэтому там очень много друзей и людей, которые интересуются. Тогда вопрос, в Нью-Йорке живет очень замечательный блюзовый гитарист наш Юрий Наумов, может быть, знаете? Да, знаю. Я думаю, что у вас близкие какие-то корни музыки очень. Наверное, к Сергею Щетинину относятся, да, он же гитарист группы, да? Почувствовали вы какую-то, да, связь здесь? Плюс, безусловно, присутствует. Оксана, еще вопрос. Вы не только актриса, вы не только рок-поэтесса, не только певица, вы еще и режиссер. Не могли бы вы немножко рассказать о режиссерских проектах? Могу. В понедельник у меня новая версия Дон Кихота в театре «Апорте» на Тверском бульваре, дом 8. Я играю Санчо Пансу. Это мой режиссерский был дебют. Сейчас спектакль уже года три, мы его играем. У нас был перерыв, болел один из артистов, болел серьезно. Сейчас, слава богу, все поправилось. Мы продолжаем вкалывать. Вот сейчас я закончу эфир, мы пойдем на прогон спектакля. А кто, спрашивают, вот в интернете является вашим кумиром как актер или как актриса? Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип. Очень люблю Иннокентия Смактуновского. Оксана, а используете ли вы в ваших спектаклях музыку, в вашей группе? И второй вопрос, сразу не предлагали ли режиссеры, с которыми мы хорошо знакомы, поучаствовать в саундтреках этого фильма? Вы знаете, кинорежиссерам я пока не показывала эту музыку, но собираюсь показать Валерию Тодоровскому. Я думаю, может быть, для каких-то сериалов, скажем, «Семафор» или вот «Любовная вещь» такая, более мягкая, их две впереди у нас, они могут вполне быть украшением, мне кажется, какого-то фильма о любви. Вот, а что касается, первая часть вопроса какая была у вас? А, по поводу театра. Знаете, я думаю, что не надо тут мешать жанры, нужно вот в этом жанре надо выходить в рваных джинсах и рвать себе сердце, а там надо заниматься другим делом. Хотя вот сейчас один из молодых режиссеров хочет поставить «Вишневый сад», предложил мне сыграть Раневскую и хочет занять в этом спектакле по Чехову мою группу. Правда, группа еще не в курсе. Вот, я еще сама как бы перевариваю эту идею, насколько это может быть удобоваримо. Ну что ж, наверное, пришла пора снова вас услышать. Ребят, а что если мы сейчас «Я иду по воде» сыграем сразу? Да? Я иду по воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Осталось поле, не обойдем. В ночи горит твой след, след обожанный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова